всем привет дорогие друзья вас приветствовать сегодня у нас на обзоре будет камаз 4220 он же азов 4220 этот автомобиль у нас выглядит вот таким вот образом я думаю многим этот автомобиль знаком по другим играм более даже скажу что этот автомобиль у нас встречался в игре сноурайнер вот и принципе оттуда мы его знаем достаточно очень хорошо вот здесь же мы его видим впервые и живы и я его впервые вот такие вот у нас здесь номера лед 116 94 регион целом моделька сделано неплохо все достаточно очень симпатично и классно в кузове присутствуют посадочные места посадочных мест очень много вот буквально куда не наведись вот присутствует сейчас подождите кое не туда нажал так подождите а вот а то есть вот вот отсюда вот они есть а вот здесь вот нет да то есть раз посадочное место 2 3 4 4 здесь тоже скорее всего точно так же да да 8 посадочных мест сзади давайте попробуем залезть вот с этой стороны залезть нельзя а так вот у нас получается 10 посадочных мест 12 бочек и своих еще у нас 1000 слотов здесь получается так для того чтобы увидеть внутрянку нам нужно с вами вот это вот дело открыть так вот да вот открыли вот о чем я и говорил от азов 42 тысячи слотов 12 бочек это огромное количество слотов будет ребят хотите посчитайте значит от 200 если по ванили да и до 600 да то есть есть бочки green garden по 600 слоту вот то есть можете сами все это дело посчитать сколько это дело суммарно получается и можете также это написать в комментариях для того чтобы автомобиль у нас ехал требуется аккумулятор для легкового автомобиля не знаю почему для кого вы не блюд для грузового преднужен радиатор и нужен нужна свеча зажигания вот насколько я знаю есть еще и свеча накаливания да то есть по сути учесть если учесть что этот автомобиль все-таки дизельный можно было бы сюда при мастерите свечу накаливания вот и все-таки аккумулятор нужно здесь сделать грузовиковый они для легкого автомобиля лампочки для головного освещения два элемента кузова это у нас дверь левая и правая шесть колес запасных колес у нас не имеется присутствует также слот под канистру и слот три слота по компакт-диске вот ну в принципе это все чем я хотел вас порадовать вот ну давайте прокатимся да вроде бы я так все рассказал все по поводу цветов ребят тут не заспавнили в таком цвете машину да в сером цвете вот на сайте он тоже в сером цвете то есть у меня есть такое предположение что он идет в одном цвете вот на можем ну не знаю помог больше я цветов ниоткуда не черпанул так скажем то есть я его два места где я мог посмотреть это сделать здесь то что мне заспавли и на сайте дискорде цветов под этот автомобиль нет к сожалению кстати очень такой тихий звук двигателя тихий звук двигателя это это классно объясняю почему если вы любите поохотиться и вы прислушиваетесь к каждому шороху вот благодаря этому все-таки это плюс ладно давайте прокатимся уже наконец-то и посмотрим что да как но 2 передачи практически 60 километров в час целом маневренный очень маневренный 3 пошла понеслась сборочки четвертая передача всего у нас их 4 всего 4 передачи все ребят это у нас отсечка автомобиль у нас валит деревья ну максималку я не разогнал ну давайте ладно знаете мы что сделаем я с откачусь назад таким вот макаром безусловно проведем наш тест то как он будет ругаться с места честно говоря примут что он с буксами тронется я этого прям не жду охрен там смотрите шлифует всеми шестью колесами шлифует до охренеть и шлифует по моему до тех пор пока я вторую передачу не включил но по поводу максималки рове ребятам где-то на километров 160 он будет идти я так думаю вот сейчас мы в горку поднимаемся на 3 передачи 4 передачи нет смысла включать в горку мы и так немножечко начинаем скорость терять о мы даже подпрыгнуть умудрились ничего себе нормально прет хорошо ребят для грузовика очень неплохие настройки только водитель хреново вот видите в стену урезался работают тормоза то есть фары в этих сам вот впереди у нас светится вот так вот все буквально все все у нас в белом цвете вот хотя у меня есть небольшие подозрения что так оно быть не должно не должно все в белом цвете ну да ладно а а здесь у нас как габарита отсутствует я я габарита не вижу вот вот я включил выключил включил выключил сзади ничего не меняется абсолютно вот ну такой вот ребят автомобиль кому интересно да то есть в принципе громоздкая не очень быстро сравнительно там с каким спорткарами мега карами супер карами вот но понятное дело этот автомобиль не должен быть таким быстрым как там ранее я перечислил вот ой бедняка чуть ли не это воздухе визы крови за черты халсы ну вот как говорится кому что то есть здесь решают габариты много места соответственно 12 бочек мало места соответственно бочек бы было бы меньше вот так что думайте сами решайте сами иметь или не иметь а на этом я закругляюсь огромное всем спасибо за просмотр подписываться где можно подписаться отслеживайте где только можно отследить и всем огромное спасибо за просмотр и всем пока